В Казанском федеральном университете при участии уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой прошло заседание круглого стола, где обсуждались проблемы правового положения иностранных студентов в России. Коллеги подняли вопрос о проблемах, с которыми могут столкнуться иностранные студенты во время обучения в российских вузах. Модераторами беседы выступили проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев и уполномоченная по правам человека в республике Татарстан Сырия Сабурская. Были отмечены все тонкости социализации иностранных студентов в университетах Российской Федерации, а также основные сложности, в том числе правовые, которые возникают в период первичной адаптации зарубежных обучающихся. Также были выделены способы решения любых возникающих барьеров для более успешного начала учебного года. Есть большое количество мероприятий в рамках бытовой адаптации, о которых я сказал, культурной адаптации. Это различные мероприятия, которые мы проводим, в рамках фестивалей различных дней, национальной культуры и так далее. Ребятам очень интересно показать свои танцы, кухню, костюмы. Они делятся этим очень активно. То есть вот такая работа у нас здесь проходит. С докладом также выступил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин, который в своей речи разобрал основные причины отчисления иностранных студентов во время обучения в России. В числе первостепенных недостаточное знание русского языка и финансовые проблемы. Было предложено несколько возможных путей решения и среди них самым важным стало повышение требований к знанию языка иностранными студентами. В начале каждого учебного года для студентов первого курса проводятся информационно-развестительные мероприятия. На собрание приглашаются представители управления по вопросам миграции, сотрудники психологических служб, центров, представители министерств и ведомств религиозных и общественных организаций. При участии общественных организаций и национальных и культурных объединений, заинтересованных министерств и ведомств проводятся информационные встречи, лекции. В течение учебного года в данную работу вовлекаются, конечно, практически все иностранные студенты. Также на заседании прозвучал доклад министра по делам молодежи Республики Татарстан Рината Садыкова, который отметил, что в современных условиях обучения необходимо учесть важность проведения мероприятий международного масштаба, в том числе форумов. Ярким примером успешной работы с иностранными студентами и их первичной социализацией и знакомству с Россией является бизнес-форум Ростки, где лейтмотивом всего мероприятия стало укрепление партнерских отношений между Россией и Китайской Народной Республикой. Работа со студенческой молодежью в целом и иностранными студентами мы, как орган государственной власти, выстроили на четырех приоритетах так называемые программно-целевые подходы. Первая – это, безусловно, конечно же, наша государственная региональная программа развития молодежной политики в Татарстане. Второй приоритет – это поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Третий приоритет – это развитие и реализация государственной программы. Ну и четвертый приоритет – сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан, русского и татарского языка, безусловно. По результатам круглого стола коллеги пришли к выводу – комфортная адаптация и социализация иностранных студентов – приоритет любого вуза. Именно поэтому стоит продолжать модернизировать и совершенствовать систему общения с зарубежными обучающимися. Елизавета Газизянова, Фарид Захитоглы, Универньюз.